Привет! Сегодня я хочу рассказать тоже, как и все, все, что находится в моей сумке. Как видите, она у меня громадная, а это сзади, это спереди. Я ее уже показывала вам, по-моему. Тут вот цветочки такие кожаные, внутри такие норковые штучки. Старая, но самая любимая сумочка-баул. Вот она так выглядит. Закрывается. Никаких молний здесь нет, мне вот это удобно. Закрывается. Вот так вот выглядит она в закрытом состоянии. То есть помещается очень много и свободно. То есть там одно деление, одно деление, вот там ничего, никаких делений больше нет. И есть маленькое, маленькое такое, маленькое отделение для чего-то, каких-то мелочей, которые, чтобы не болтались по ссылке. И маленькое отделение для сотового телефона. Там я не ношу его, потому что неудобно, так как совсем маленькое. А телефончик у меня большой. Ну что ж, начнем. Как раз я сегодня купила там кое-что, что вы мне насоветовали. Вот покажу. Ну что у меня главный предмет. Главный предмет, это, наверное, как у всех, кошелечек вот такой вот. Тут находятся визиточки, которые нужны там где-то чего-то здесь с двух сторон. Тут вот должна быть, наверное, фотография. Никакой фотографии нет. Так, тут вот мелочь для мелочи отделения. И вот это отделение вот тут вот, видимо, для денег. Деньги я здесь не ношу. Я не люблю носить в кошельках, но не знаю, кому как. Я их ношу в своем секретном карманчике здесь, но и у меня их мало. Стараюсь наносить поменьше. Ну и ладно. Так, начнем. Самый любимый и нужный для всех, наверное, это телефончик. У меня вот такой вот чехольчик. Недавно тоже приобрела, очень мне нравится. Старазики такие. Ну, правда, не вылетает еще. Надеюсь, что долго не будет вылетать. Ну, пока все на месте. Так. Ну, потом, так как я человек занятой, вечно у меня какие-то свои проблемы и куча там всего. Вот. У меня две записные книжки. Одна ежедневник, одна такая вот. Записи. Пишу я там всякие какие-то заметки. Это ежедневник. Расписание на каждый день. Это тоже ежедневник, но я его приспособила под записи. Тут какие-то бумажки вечно у меня. Так. Дальше. Вот у меня тут куча конкретов, которые я не отправила. И мне нужно было сегодня отправить, но я это дело забыла. Потом. Обязательный атрибут у меня тут. Фотоаппарат. Куда же я без фотоаппарата? Такой фотоаппарат у меня простенький. Мылица, наверное, это называется. Никон. Я его ношу. Розовенький выбрала. Были разные цвета. Выбрала. Такой вот розовенький. Тихольчик. Он всегда со мной. То есть я что-то увижу. Обязательно. Надо мне запечатлеть. Обязательно у меня с собой вот такая вот штука. Это каптридер для флешек. Для чего-то там такого подобного. То есть вот здесь вот отделение. И здесь вот разнообразные такие вот флешки. Я их использую. Это для входа в интернет. Это всегда со мной. Также у меня с собой всегда зарядник. От компьютера к телефончику. Вдруг разрядится в самом нужном месте. Я его заряжу. Так, дальше. Обязательно с собой ношу в последнее время. Чехла, конечно, нет. Сейчас покажу, что это такое. Ножницы. Вот такие парикмахерские. Я сейчас учусь на курсах парикмахеров. И они мне нужны постоянно. То есть я их с собой всегда ношу. То есть дополнительный вес для сумки. Скажем так. Тяжеленькие. Тяжеленькие. Так, что сегодня я еще приобрела? Вот хотела показать. Девочки мне посоветовали герентол. С оливковым маслом и микроэлементами. Это обыкновенный питательный крем. Для сухой кожи. У меня кожа сухая, чувствительная. Вот мне посоветовали. Я сегодня увидела и купила. Недорогой крем. Попробую. Обязательно отзыв потом сделаю на это. Потом также мне девочки посоветовали купить масло. Вот еще одно пополнение у меня масла. Это миндальное масло. Тоже подходит для любой кожи. Сухой, жирно-смешанной. И также для очень чувствительной. У меня вот персиковое масло есть в коллекции. Вот теперь миндальное. Ну, тоже посмотрю, что и как. Как оно для моей кожи подходит. Обязательно тоже сделаю отзыв. Так. Теперь еще одно масло, которое я приобрела. Вот оно выпало у меня из упаковки. Это масло эфирное, стопроцентное. Иланг-иланг. Пока тоже еще не знаю. Только купила. Сделаю отзыв про него. Что и как, куда я его использую. Ознакомлюсь. Почитаю. Посмотрю ваши отзывы. Видео. И потом уже буду делиться впечатлениями о нем. Вот. Если не видно вот такого масла. Даже вообще просто еще не представляю, для чего оно мне. Но, думаю, пригодится. Это, ну, обязательно мой атрибут, этот, пудрочка моя. Я ее всегда с собой ношу. Это пудра люмене. Я, наверное, уже, этот, вы видели видео про него. Я его расписывала. Это минеральная пудра. Потом. Есть у меня такие вот ключики. Вот с таким оригинальным брелочком. Тяжелые, скажу вам. Нелегкие. Вот. Брелочек я приобрела в Венеции. Видно, наверное, масочка симпатичная. По-моему, он серебряный. Такой симпатичный. Вот. Это мои ключики. Потом. Что в моей сумочке еще? Почему-то он у меня лак. Тоже вчера приобрела, но еще не использовала. Это от Эван. Спиддрай плюс. Тоже сделаю видео. Расскажу. Я его еще не пробовала. Что и как, расскажу потом. Обязательный атрибут это расческа. Куда же я без нее. Флешки всевозможные такие вот. Я любитель компьютера, любитель информации всякой. У меня тут их куча этих флешек. Так. Что еще у моей сумочки? Обязательно, наверное, с собой ношу такую вещь. Это паспорт. Не думайте, что он британский. Я вчера увидела в продаже чехол для паспорта. Почему-то он мне понравился. Я не знаю, чем он меня взял. Но сегодня как-то я уже приглядываюсь, что уже как-то не очень. Думаю, наверное, поменять. Ну вот, смотрите. Скажите мне, напишите. Наверное, смотрится, наверное, ужасно, да? Британский паспорт. А там внутри советский. Так. Вот мои помадки. Вот такие. Ой, на улице кошмар. Про них я, по-моему, рассказывала отзывы. Зачем-то ношу три. Хотя вроде нужна одна. Но почему-то они мне вечно в сумке болтаются. Три штуки. То одна, то вторая. Примерно видно, что одного цвета. Последнее время что-то мне стали нравиться нюдовые цвета помад. Вот это как раз... Даже не помад, скажем, это блеск. Вот это нюдовый цвет. Очень-очень мне понравился. Хотя я до этого была не очень хорошее впечатление об этом блеске. А вчера, сегодня я прям в него влюбилась. Представляете? Ну, к нюдовому блеску надо нюдовый карандаш. Вот такой вот карандашик с собой сегодня положила. Вот он болтается у меня в сумочке. Ну, обязательно атрибут. Ручка, куда же без него. И еще вот один карандашик я, Вивьен Сабо, тоже нашла у себя. Положила сегодня сумочку. Но он совсем... Это номер 101. Кто пользовался, может быть, знает. Сейчас покажу. Вот такой вот цвет. Вот такой невзрачный. Вот вроде на руке смотрится так, симпатичненько. На губы наносишь. Что-то бледненький он такой. Ну, с нюдовыми помадами, я думаю, пойдет. Пригодится хозяйстве. Почему-то в сумочке два карандаша. Ну, заколки всевозможные. Это меняет. Это уже все. Там куча заколок, невидимок. Это так, как я начинающий парикмахер. Даже без них. Вот. Они у меня тут в пакете. Тут куча всяких невидимок. За голод. Там такие вот стучки. Ну, много. Как-нибудь сделаю видео о волосах, о заколоках, о прическах какие-то. Мне это безумно интересно. Ну, и молитвочка, конечно, со мной всегда. Это моя, как бы, процветая погородь. Я ее с собой всегда ношу, то есть без нее никуда не выхожу. Так как сумка у меня всегда со мной, значит, и молитва моя. Это... Рассказывать не буду, но это моя самая сокровенная вещь, которая у меня есть. Ну, всякие визиточки, какие-то духи, там, чтобы не таскать, чтобы не таскать с собой большие эти упаковки, какие-то там пробнички у меня с собой всегда. Это жвачка обязательно, там, на всякий случай у меня тут болтаются в сумочке. Вот еще одни духи, но они уже, правда, закончились. Это... Такая... Такой пробничек. Они недавно только появились. Амазин Грин. Грин. Это мне прислали... Что-то я не помню, что-то насчет... Что-то мне прислали бесплатно. Вот я и попользовалась. Они тут еще половину вылились. Вот тоже сумочки у меня валяются. Вот. Что еще? Вот еще такие флешки у меня. Их сумки, наверное, штук пять. Вот такие флешки. Ну, то есть ничего особенного у меня там нет. Все посмотрели. Косметичку я не ношу. Ну, тушь не ношу. Кроме пудры, помады и карандаша у меня ничего больше нет. Потому что я не знаю, я в течение дня не пользуюсь косметикой. Только вот мне иногда поправляю блеск и губы. Глаза у меня почему-то не... Ну, не почему-то, а глаза у меня не размазываются. Ничего с ними не случается. Может быть, потому что тушь такая. Может быть, у меня косметики мало. Ну, то есть косметичку я с собой не то, что принципиально, я просто не ношу, то есть я никогда не носила. У меня никогда не было такой необходимости. Там крем для рук у меня на работе. Там какие-то там вещи тоже на работе. А, еще хочу показать. Вот такие часики пришли. Вот, видно, наверное. Я помните, говорила вам, Тинни Диал сайт, посылочка у меня пропала. Потом три заказика тоже не пришли. Вот один заказик пришел, наконец-то. Вот. Цена у этих часиков 2 доллара 72 цента. Ну, что скажу. Там цифр нету, стразики только вместо цифр. Вот где, там, например, 12, 3, 9, 6, по 2 стразика. Посмотрите, видно, наверное. А где другие цифры? Там по одному стразику простенькие часы. Ну, браслетик, конечно, скоро я его поменяю. Он какой-то, я не знаю. Ну, немножечко он мне великоват. Немножечко он мне великоват. Я застегиваю на последнюю, но я уже приспособилась. Вот так вот я его повыше поднимаю, эти часы. И так спокойненько ношу. Привыкла. Вот у меня три, наверное, я их тут четыре, может быть, назад получила. Привыкла уже, все. И вот бусики такие хотела показать. У меня просто не было возможности. Это натуральный черный жемчуг. Мне его привезли из Китая, когда у нас работники ездили на экскурсии по бизнесу. Ездили в Китай, вот привезли вот такие бусики. Они, я так понимаю, это жемчуг, который выращивается на специальных фермах. То есть в воде делаются специальные там такие, как мне рассказали, они делаются специальные. Там лежат раковины, и вот в этих раковинах созревают. То есть это не искусственный, а, скажем, искусственно выращенный жемчуг. Не в море добытый, а его специально выращивают на... Это выращивание, как бы, делать жемчуг... Жемчуг получается не искусственным путем, но под контролем каких-то там работников. Вот. А они привезли вот черный жемчуг. Они сказали, что он самый такой ценящийся, скажем так. Розовый и белый. Вот мне понравился такой. Бусинки такие, они неровные. Вот. И все. Ну что, я много чего сегодня рассказала. Ну, немного, конечно, так поболтала. Бултологическое видео показало, что у меня в сумке. Показало, что у меня пришло. Показала бусики свои, которые привезли из Китая. Ну все, всем пока. Давайте прощаться. Пишите свои комментарии. Очень-очень рада подписчикам новым. Ой. Очень хорошее у меня сегодня настроение. Правда, понедельник, правда. Ну, что так получилось. На улице ужасная погода. Ветер вообще там задувает. Невозможно ходить. Я дома. Что прекрасно. Ой, спасибо, девочки, всем. До свидания.